После подписания уже политической и экономической ассоциации с Советами Европы, с Европейским Союзом, мы должны ратифицировать парламент. Все разговоры, почему мы на этой неделе не представили в зал ратификации договора, я думаю, что не без основания. Мы на следующей сессии ратифицируем, и я думаю, это будет большой шаг вперед для развития нашего общества украинского, и после этого мы должны четко определиться с программой по созданию регионального развития и экономического развития нашей страны. Но нужно учитывать также еще интересы и стран СНГ, не только Европейского Союза, но и стран СНГ, потому что у нас большой товароборот с ними, кстати, с Российской Федерацией. Поэтому объективности ради, и ради украинской экономики мы должны тоже проконсультироваться, и в каком плане мы с ними должны экономически развиваться, с нашими соседями с Российской Федерацией. Я думаю, что в ближайшее время у нас восстановится мир и стабильность на Востоке Украины, и Украина вновь единая, поэтому мы должны все силы направить на то, чтобы поднять социально-экономическое развитие. Нужно будет очень много инвестиций в экономику Украины, в Восток Украины, и Европейский Союз должен понимать свою ответственность перед Украиной, инвестировать денежные средства в развитие всех регионов Украины, и большей частью в Восток Украины, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Поэтому сегодня я как руководитель украинской делегации по восточному партнерству тоже должен много сделать для того, чтобы привлечь инвестиции в развитие нашей экономики на благо нашего украинского народа. И нужно развивать не только промышленность, развивать нужно науку, нужно развивать студенчество. И я за то, чтобы в ближайшее время мы нашли общее понимание с Российской Федерацией, с Европейским Союзом и Соединенных Штатами Америки для того, чтобы Украину оставили целостным и единым государством, чтобы мы жили в мире и славе.